У нас в гостях Наталья Марова, руководитель проекта Retail.ru. Наталья, скажите, пожалуйста, какая вчера была конференция в рамках ProdExpo? Да, вчера уже первый день мы прошли, и была конференция, вторая конференция, собственно, производства как конкурента преимущества торговой сети. Вы знаете, очень много получилось выступлений, когда я начинала собирать эту конференцию. Я предполагала, что 9-8 выступлений этого было бы достаточно для того, чтобы уже донести специфику. Было радостно, что представители торговых сетей в итоге дали много кейсов, и вчера в итоге 13 выступлений с 11 до 6 был контент. Я вижу по аудитории, что было очень много региональных сетей, которые делились опытом и которые воспринимали, обменивались информацией уже потом в кулуарах. Конечно, было очень плотно, и я представляю, что многим, может быть, даже слишком много информации было, но на то она и выставка. В рамках ProdExpo всегда проходит очень много всего, и вчера только первый день произошел. Сегодня у нас продолжение, сегодня уже коллеги из «Империи форум» продолжают делать продовольственный форум, форум собственной торговой марки. Все сейчас идет, буквально сейчас идет в параллельных залах. И, конечно, если вы еще по какой-то причине сомневаетесь идти или не идти на выставку, но как минимум за активным нетворкингом точно стоит приходить. И здесь его много. Какие вопросы вчера требовали особого внимания? Вы знаете, собственное производство, как трафикообразующая история, она многие годы развивается в сетях, и сейчас очень много вопросов крутится вокруг того, централизировать ли собственное производство, вводить ли его в отдельный бренд, какое оборудование заказать и взять его в работу, потому что скорость появления новых каких-то, именно заведенных новинок в продажу собственной вот этой произведенной продукции, она ошеломляет. У людей очень быстро меняются привычки, у людей очень быстро меняются вкусы. В связи с этим ритейлерам приходится постоянно держать на пульсе, руку на пульсе, изучать потребителя. С одной стороны, рекомендую уже не изучать потребителя, а просто давать какие-то новые идеи, посмотреть, как реагируют на это люди, или запускать дальше на разворачивание, больше распространять по сети, или наоборот сворачивать, если мы увидели, что не зашла какая-то идея на ваших покупателей, если мы говорим про торговые сети. Так что там на самом деле вопросы, но в 13 выступлениях вопросов поднято было очень много. Конечно, те, кто был, в итоге получат ссылочку на презентацию. Те, кто не был, сможете посмотреть часть информации в виде материалов, которые выйдут на сайте retail.ru. Для того, чтобы не пропустить, периодически вы сможете заглядывать в календарь событий, и как раз на страничке конференции вы сможете увидеть прикрепленные эти материалы. Наталья, спасибо вам огромное, и ждем вас 14 февраля для подведения полных итогов. Да, спасибо.